МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что такое реальное училище? Это такое особое учебное заведение, выпускники которых, этих реальных училищ, должны были обладать специальными техническими знаниями. То есть это технари. Хотя образование здесь они получали не высшее, а среднее. Это сейчас улица Красная находится в центре города. Но до революции здесь была окраина. Сразу за площадкой училища начинался лес, который сегодня называют городским бором. Необычным в наши дни кажется и другой исторический факт. Взглянув на это здание со стороны, невольно останавливаешься на третьем этаже. Внимание привлекают огромные по современным меркам арочные оконные проемы. Такое решение архитекторы тех лет применили неспроста. Дело в том, что освещения еще не было, а на третьем этаже здания располагался храм. И вот для того, чтобы лики святых на образах были отчетливо видны во время молитвы и придумали такое архитектурное решение с большими арочными оконными проемами. Это злодейство бросьте! Бросьте, закопайте его и забудьте его! В воскресенье каждый будь в храме! И ни одного дня не проводите без молитвы! Ни одного дня! Сегодня такое соседство кажется странным, но по воспоминаниям историков в Царской Руси так строили почти все учебные заведения, чтобы выпускать не только профессионалов, но и одухотворенных личностей. В начале молебна в зале должны были присутствовать все ученики. К слову, богослужения проводились ежедневно. Все поменялось с приходом к власти большевиков. Стены с расписными образами закрасили белой краской. Да и здание сменило формат. Теперь это просто школа для старшеклассников. Учащимся здесь завидовали во всех других школах города типовой постройки. Богатый декор красной карпичной кладки завораживал. Каждый из этажей разделяет фигурный карниз, а над окнами второго этажа лента из сандриков. Третий этаж, он наиболее декорирован богато. Там над ним нависает карниз с кронштейнами, с лентой орнамента. И над каждым из резолитов располагается аттик. У этого здания, что является объектом культурного наследия архитектуры начала 20 века, хорошая судьба. Сегодня в его стенах корпус одного из городских институтов. Так что оно работает в своем изначальном образовательном формате. Дмитрий Лазарев, Антон Захаревич, УТВ.